Здравствуйте! На библейский портал Экзагет пришел вопрос, где граница между самоуважением и самолюбием? Самолюбие, гордость, гордыня в Священном Писании всегда называется грехом. Мерзок пред Господом, всяк высокосердый по-славянски. В Библии приводят слова Соломона. То есть не просто человек далек от Господа, а человек мерзок Богу. И Бог гордым противится, смиренным дает благодать. То есть гордому человеку Бог сопротивляется во всех делах его жизни, не помогает, потому что все успехи он приписывает себе. И когда апостол Павел в послании к Тимофею II говорит о последних временах, он перечисляет пороки людей последнего времени, то есть потерявших связь с Богом. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Понятно, гордый человек не может дружить на самом деле, он может только пользоваться другим человеком. «И все, что связано с гордостью, то есть с поиском своего, все мешает человеку в жизни любить Бога и любить других людей. Никто не ищи своего, но каждый пользует другого». Или как в послании Коринфянам в 13 главе апостол Павел в знаменитом гимне любви говорит, что любовь не ищет своего. Но, тем не менее, должно быть некое уважение человека к себе. Иногда христианин должен встать и сказать, «Я в таком тоне говорить не буду, или я не могу об этом так говорить, или в этом я не буду участвовать». Христианин — это не размазняк, который принимает все от всех. Иногда он может быть строгим. Иногда надо постоять за правду. А иногда надо постоять за себя. Вот что такое это самоуважение? Это вопрос сложный, потому что пока человек не поймет, что предмет уважения в нем — это образ Божий, а не он сам. Вот уважать-то толком себя и невозможно. Вся Вселенная, все, что есть в мире, согласно Священному Писанию, сотворено ради человека. Человек есть центр этого мироздания, смысл этого мироздания. Мы и называем это Вселенная, потому что это приобрело смысл тогда, когда сюда вселился человек. Как в книге Бытия сказано, Бог не посылал дождя на землю, потому что еще не было человека. И вот во всем мире ничто не носит в себе образа Бога, кроме человека. Даже ангелы, о них не сказано, что они сотворены по образу и подобию Божьему. И самое ценное для Бога, что есть по этому в мире — это человек. У свидетеля Григория Богослова есть на эту тему очень интересное рассуждение. В одном из его писем он говорит, что если ты будешь много о себе думать и гордиться, я напомню тебе, что ты взят из земли, что ты прах и тлен, и станешь таковым. Нечем тебе гордиться. Но если ты будешь мало о себе думать и унывать, я напомню тебе, что ты Христово дыхание, сотворенный Бог, шествующий к нетленной славе. Вот если помнить о том, для чего сотворен каждый человек, и я в том числе, для обожения, для того, чтобы взойти к Отцу Небесному, туда, где наше жительство, где наше гражданство, куда предтечуя за нас, как Павел говорит апостол, вошел Христос, тогда, конечно, понятно, что это за уважение. Это уважение к той иконе, которой каждый из нас является. Греческое слово «айкони» — образ, и есть источник нашего слова «икона», который мы тоже у греков взяли. То есть каждый из нас — это икона Бога. Поэтому она достойна уважения. Как если мы идем по улице, икона валяется в грязи, даже растоптана. Мы поднимем ее, вымоем, очистим, отнесем реставраторам, поцелуем, поставим в красный угол. Вот так Господь относится к каждому из нас. И это и есть то самое христианское уважение и к себе, и к любому другому человеку. Видеть в нем прежде всего образ Божий. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Илья Кулецкий. Заощрен. Илья Курск. Илья Курск. Во- decía память толпы заác, » Продолжение следует...